Тема нетворкинг в самом базовом, примитивном уровне. Даже не просто маленьких, а пиздюков. Да, и нетворкинг это не про знакомство, это про IT-тему, если что. То есть клиент-серверное взаимодействие, если бы более точно. У нас есть сервер, есть клиент. Для того, чтобы сервер мог принимать запросы от клиентов, на нем открывается сервер-сокет. Клиент, чтобы открыть соединение к серверу, открывает у себя обычный сокет. И цепляется к сервер-сокету. Там по факту, что внутри еще отщепляется сокет от сервера сокета, по которому нет взаимодействия. Но это за пределами. Что из себя представляет сокет? Сокет – это связка двух частей. IP и порта. То бишь, например, 127, 0, 5, 1, и там, назовем там, 63, 8, 2. Это будет сокет. Теперь, немножко поднимаясь выше на этой абстракции, и у нас в качестве сервера находится веб-сервер, в качестве клиента находится веб-браузер. Когда веб-браузер начинает запрашивать данные у клиента, у сервера, то сервер отдает браузеру весь статический код, javascript и так далее. javascript выполняется строго в браузере. И когда у нас идут запросы от клиента к серверу, то в данном случае мы получаем клиентский сокет вот такой вот. Когда мы обрабатываем запросы, нам нужно фильтровать клиента по определенным IP-адресам, либо разрешать запросы к определенным IP-адресам, нам нужно учитывать, что для каждого клиента сокет будет свой, соответственно, свой адрес. То есть, если мы где-то указываем аннотацию, там, сия, блин, я болгаю название, назову ее, блин, сияс. То есть, если мы где-то в коде укажем такую аннотацию, что у нас по CRF разрешается запросов еще и отсюда, то это полный трэш. То есть, по сути, разработчик разрешает CRF только своего локального компа. А все пользователи, у которых в итоге все будет работать, у них, естественно, они не попадают под эту маску. Поскольку там набор этих адресов может быть совершенно разный. Соответственно, у каждого клиента еще может быть свой IP-адрес. Порт может быть разный, если можно с одной и той же самой машиной. Точнее, если можно с одной и той же самой машиной, то IP-адрес тот же самый, а порт практически всегда будет отличаться. Да, и на всякий случай, давай я сразу небольшую пометку. То есть у нас HTTP по умолчанию это 80-й порт, HTTPS это 443-й порт. Соответственно, когда браузер коннектится к серверу и вы вводите в адресной строке, например, yandex.ru, то по умолчанию ваш браузер идет на, условно говоря, IP-адрес yandex.ru, 80-й порт. Ну, в случае, если это HTTPS, соответственно, 443-й порт. То есть вы явно это в адресной строке не указываете, да, но тем не менее порт открывается именно этот. Вот. Просто некоторые не понимают все равно, даже после таких объяснений, суть вот портовости. Так, сейчас что-то там. Когда открывается сокет на клиенте, у него также назначается порт. То есть обычно порты выше 10 тысяч, потому что порты, которые ниже 10 тысяч, обычно используют различный софт. Ну, или там все-таки 80-80, но опять же даже... Нет, я имею в виду на клиенте. Когда клиент открывает у себя сокет серверов, там назначается какой-то рандомный, свободный, и обычно это больше 10 тысяч. Я спасибо. Вот, на сервере там 8343, либо 880, если у нас там не разрешается. Кстати, на линуксе, на 80-й порт, очень сложно повешать сервер, если не запускать его не из-под рута. В случае, например, Apache HTTP, там сделано весьма специфичным образом. Рассказывать не буду, это очень долго. Так что можно... Там, ключевые, он вешается на 80-й порт. Поэтому, как бы, если мы хотим запускать, например, Java, Python и так далее, короче, не на Apache HTTP, на каком-то стороннем веб-сервере, нам придется настраивать либо прокси-сервер делать, либо настраивать IPTables, чтобы делать ротик. Еще раз возвращаюсь, еще раз повторюсь, важно, когда мы отдаем что-то клиенту, и этот код выполняется на клиенте, в данном случае в браузере, то он выполняется там, а ни в коем случае не на сервере. Собственно, вот тематика именно с этого началась. Я вот на всякий случай поясню. То есть, когда вы открываете сайтик какой-нибудь, и там есть HTML, JS, CSS, картиночки какие-нибудь, все это барахло, то есть статические файлы, а не статические. Если у вас даже сайт типа динамический, там JavaScript что-то делает, чтобы JavaScript что-то делал, нужно этот самый JavaScript, то есть файлик с кодом скачать. Соответственно, вы обращаясь на яндекс.ру, получаете индекс HTML, все, что указано у него с ссылками всякие CSS, JS, они тоже скачиваются, грубо говоря, к вам на компьютер, и у вас на компьютере эта вся байда запускается в браузере. И в случае, если у вас, например, по какой-то причине отпало сетевое соединение, вот всю эту статику вы скачали, но не факт, что у вас будут получаться данные с удаленного сервера, ну в случае, если у нас там какая-нибудь SPA и так далее. То есть JavaScript в данном контексте, он исполняется не на сервере, он исполняется на компьютере в браузере. Кстати, исходя из этого, есть определенные ограничения по доступу к файловой системе вашего же компьютера, например. То есть ваш код не может JavaScript напрямую общаться с файловой системой на компьютере. Ну там еще security restriction и же с ним, но… Ну, то есть серверное программирование на JavaScript, на Node.js и том же, и программирование клиент-сайт на JavaScript, это абсолютно две разные вещи, они концептуально разные вещи, соответственно, ну, не нужно их сравнивать, это… там, наверное, общее только то, что там JavaScript и плюс-минус какие-то мелочи. Хорошо. Яско-зоу.